В районах 24 ноября. Поэтому вы все сегодня здесь для того, чтобы избрать состав уже четвертого созыва молодежного парламента. Молодежные парламенты у нас с вами созданы при всех представительных органах власти, при Государственной Думе Российской Федерации, при Государственном Совете Кузьмурской Республики и при районном совете депутатов, получается, мы с вами тоже будем избирать сегодня состав молодежного парламента. Я хочу отметить, что те, кто возглавлял молодежный парламент, эти люди на виду у всего Дебетского района. И они очень здорово делают себе карьеру. Первый созыв возглавлял Коженников Юрий Александрович, сейчас он является заместителем главы администрации Дебетского района. Второй созыв возглавлял Иванов Дмитрий Иванович, на сегодняшний день он является депутатом районного совета депутатов и руководит организацией АТО в Дебетском районе. Третий созыв Думновцев Артем возглавлял у нас, я его не вижу сегодня здесь, тоже человек, которого в Дебетском районе знают. Он не только ведет у нас общественную организацию ДНД добровольной дружины, является конкурсистом молодежного центра Вертикаль. Но в любом случае он уже себя заявил. Кто будет четвертый, вот сегодня мы с вами будем этот вопрос решать. Мало того, у нас 27 кандидатов на 15 мест в молодежном парламенте. Кроме этого, мы еще с вами определим того человека, кто будет представлять нашу с вами молодежный парламент в молодежном парламенте Государственного Совета Удмуртской Республики. Поэтому я предполагаю, что те люди, которых мы с вами сегодня изберем, будут активными людьми, которые неравнодушно относятся к жизни молодежи в Дебетском районе и хотят ее изменить в лучшую сторону. Те, у кого есть идеи и кому интересно жить, кому интересно для того, чтобы жизнь молодежи была интересной и насыщенной нашим Дебетским районом. Поэтому, уважаемая молодежь, от всей души хочу пожелать сегодня нам с вами благотворной работы и надеюсь, что из тех, кто сегодня пришел, у нас есть выборщики, 27 кандидатов. Я думаю, что процедуру нам еще Евгения Александровича расскажут более подробно. Поэтому вот сегодня мы с вами изберем тот потенциал, который потом в будущем будет продвигать Дебетский район в целом, потому что будущее забанит молодежь. Итак, добрый путь. Начинаем. Спасибо, Ольга Розелова. Наверное, нескольких словах о самозутом рекламе, то есть немножко, если кто-то впервые пришел, то, что система выборщиков надо развивать с собой не все-все голосования, Вы, как руководитель определенной общественного объединения, например, рабочей группы или учебного коллектива, вас коллектив выдвинул для того, чтобы вы проголосовали за того человека, который будет представлять ваши интересы в молодежном парламенте. Но на вас лежит также ответственность. То есть сегодня все 27 кандидатов в молодежный парламент представят свою программу. По регламенту и время на выступление будут идти на каждом 2 до 3 минут. Вы их всех послушайте и примите сугубо личное свое мнение. То есть вы можете проголосовать так за того выборщика, за того кандидата, который выдвинул ваше общественное объединение, а также можете в корне изменить свое решение и, взяв на себя ответственность от своего коллектива, от своей учебной группы, производственного коллектива, выбрать того человека, который на ваш взгляд, именно ваши интересы, именно вашу позицию сможет отразить в работе молодежного парламента и детского района. Итак, еще раз напоминаю, что сейчас мы перейдем к выступлениям. У вас будет возможность у каждого кандидата в течение 2 минут охарактеризовать себя, однозначит свои цели, задачи, но у выборщиков будет возможность задать вопросы пока он, после выступления. То есть через, ну это в течение, думаю, ориентировочно, полутора часов у нас все 27 человек выступят. После этого выборщики подойдут у нас в избирательную комиссию, вот здесь в коридоре 12-го статуса, для получения избирательного поведения. Вот здесь вот такой избирательный поведенции получите, поставите подпись. Так, тайм-голосованием, здесь вот кабиночка у нас, пройдете в кабинку для голосования, тайм-голосованием вы проголосуете один, только значок можно подставить, вот здесь в сети. Сами, в очко, здесь, здесь вы получаете подписанные общественные объединения, здесь кандидаты, которые выступают на леди общественного объединения. В некоторых общественных объединениях у нас здесь есть по два человека. Если побеждают, допустим, наиболее количество голосов на билетах общественного объединения, тот, кто первый, вот у нас и будет представлять молодежный парламент от этого общественного объединения. Еще раз хочу напомнить, что можно поставить только одну галочку, один знак. Если не будет ни одного знака или более, и билетень будет считаться испорченным, то есть и вас, голос уже, ваше мнение не будет учиться, то есть голоса поделятся в соответствии с остальными. Процедура изна, то есть тут, если кто-то принимал уже участие в выборах, которые у нас проводятся в районе, в стране, кто уже участвовал в выборах в государственной сети. Можно поставить здесь значок, кружочек, галочку, крестик, то есть вот, по этой части. То есть из 27 выбрать одного. Представляете, какая серьезная вам стоит работа, это где-то будут нас выбирать, выборщики. Порядок занесения кандидатов и общественных объединений в избирательное взлетение, он был определён жеребьевкой, в соответствии с положением. Накануне избирательная комиссия собралась, провела жеребьевку в соответствии с тем списком, который у нас был. И вот, в соответствии с этим списком, сегодня кандидаты в молодежь и парламент у нас и будут представлять свою предвыборную программу, так скажем. И первым сюда мы приглашаем Бабелькова Александра Юрьевича. Пожалуйста, Александр Юрьевич, у вас здесь две минуты. Игорь Иванович Завицкий касается.